Телекомпания Веневисьон В фильме «Милый враг» В фильме снимались Рауль Амундарай, Розита Васкес, Иоланда Мендес, Кристина Реес, Валентина Парага и другие. По роману Кристины Овен и Эстрелии Кастельяно. Главный продюсер Сандра Пиобо. Режиссер Рафаэль Бонес «Ты заплатишь мне за все мои страдания, Вики. Берегись. Берегись меня, Виктория Андуэсса. Послушай меня, Коко. Я в этом доме для того, чтобы заботиться о своей сестре Марии Лаури. И я больше не намерена терпеть твои угрозы. Если понадобится, я сумею ее себя защитить. Что ты здесь делаешь, Минервы? Немедленно уйди отсюда. Ни за что, Алман Дуэсса. Лишняя здесь ты. Ты никто в жизни Марии Лаури. Я ее мать. Да, да. Мы еще посмотрим, кто здесь лишний. Как ты можешь заявлять, что я никто для Марии Лаури, если я ее воспитала? Да, конечно. Ты ее вырастила, но родила ее я, в ней моя кровь. Это правда, но я отдала ей всю свою любовь, в то время как ты перепоручила ее Антонио. Что ты знаешь о причинах, по которым мне пришлось это сделать, что ты знаешь? Нет, нет, Минервы. Нет такой причины, по которой можно отдать кому-то ребенка. Гадина! Дрянь! Она не твоя! Не твоя, дочь! Когда ты мне позвонил, я удивился, что ты попросил меня прийти сюда, а не в клинику. Я больше ни минуты не могу быть рядом с Марией Лаурой. Я ее не выношу. Я действительно устал от нее. Представляю. Наверное, это сущий ад быть с такой женщиной. Но вот что я тебе скажу, брат. Запомни, ты не виноват в том, что с ней произошло. Виноват. Я понимаю, что мое отношение к Вике задело Марию Лауру. Поэтому я не могу не чувствовать себя виноватым. Разрешите с ней, Герреро. Амарилис. Амарилис. Добрый день. Черт возьми, какой приятный сюрприз. Рад тебя видеть. Добро пожаловать. Я думал, ты больше никогда не придешь в этот офис. С тех пор, как ты вышла замуж, ни разу не появлялась здесь. Большое спасибо, сеньор Герреро. Не представляете, как я рада это слышать. Особенно потому, что пришла просить о помощи. Я хочу вернуться, сеньор Герреро. Я слышала, мое место еще вакантное. Я могу... Могу вернуться и работать с вами. Дура. Самодовольная выскочка. Я ее ненавижу, ненавижу всей душой. А ты? Ты не видишь, что со мной происходит? И все по вине этой дуры. Виктор Мунель. Коко, скажи мне правду. Ты хочешь развестись со мной? О чем ты говоришь? Ты не слышишь, о чем я говорю? Я тебе задал вопрос. Ты хочешь расстаться со мной? Хочешь развестись? Так не может больше продолжаться. Ты мечтаешь сблизиться с Улиссом Романом. Я ее видел. Только что говорил с ней. Она намерена остаться в доме Хулиуса Сара Герреро. Она хочет по-прежнему жить в доме этого человека. Улисса, что тебя так удивляет? Ты прекрасно знал, что Вики живет в этом доме. Да, Густаво. Но я надеялся, что все изменится. А теперь, после разговора с ней, я понял, что потерял ее. Я навсегда потерял Викторию Андуэсу. Я ее потерял. Пожалуйста, помогите, помогите. Отпусти. Хватит. Отпусти ее. Хватит. Хватит. Ты лишена материнских чувств. Послушай, Алман Дуэсса, предупреждаю, ты не отнимешь у меня, Марию Лауру, потому что Мария Лаура моя дочь. Моя дочь. Понятно? Ты ее бросила, а я ее вырастила, отдала ей всю свою любовь. Ты же подарил ее Антонио. Право материнства принадлежит мне. Алмита, пожалуйста, успокойся. Не проси меня успокоиться. Наконец-то вспомнила, что у нее есть дочь, потому что я ее мать. В ней течет моя кровь. Я позволяла умалчивать о себе. Только потому, что просил Антонио. Я была его любовницей, и теперь хочу занять свое место. Хватит, хватит кричать в клинике. Умоляю вас, прекратите ли я вызову охрану. Отпустите меня. Я ухожу. Ухожу. Не волнуйтесь, я уйду. Но послушай меня внимательно. Вспомни свое место. Ты не отнимешь у меня, дочь. Ты это сделаешь только через мой труп. Все, все. Успокойся. Успокойся. Все позади. Я очень рад, что ты вернешься на работу. Честно говоря, я так и не нашел тебе замену. Можешь приступать, когда захочешь. Большое спасибо, сеньор Герреро. Вы мне представляете, как мне это было нужно. Я должна позаботиться о детях. Филиппо оказался не таким, как я думала. Ладно. Я пришла не для того, чтобы жаловаться на судьбу. Судя по лицу, у вас своих проблем достаточно. Амарилис, ты меня прекрасно знаешь. Я, правда, очень рад, что ты вернулась. Жду тебя завтра. Я буду, сеньор. Прекрасно. А теперь прости, у меня много дел. Добро пожаловать в Элентур. Большое спасибо, сеньор Герреро. До свидания. Амарилис, подожди. Ты знаешь, свободный день я взять не могу, но чувствую, у тебя проблемы. Если хочешь выговориться, я готов тебя выслушать. Виктор Мануэль, ты предлагаешь мне развестись? Ты говоришь, серьезно? Абсолютно. Коко, так не может продолжаться. Мы не должны мучить друг друга. Я хочу дать тебе шанс. Шанс вернуться к Улисасу. Нет. Это невозможно. Улисас по-прежнему влюблен в Вики. Но они расстались. Даже если и так. Улисас никогда меня не полюбит. Никогда не посмотрит на меня, как на женщину. Он по-прежнему любит Викторию. Но ты по-прежнему думаешь о нем, ведь так? Этого я не буду отрицать. Но я должна жить в этом доме. И сделаю для этого все, даже если придется быть замужем за тобой. Я не буду отрицать. Я не буду отрицать. Я не буду отрицать. Какое ужасное место. Как тебе взбрело в голову привезти меня сюда? Луизита, это моя квартира. Я здесь живу. Что? И ты забрал меня из моего дома, прекрасного большого дома, чтобы привезти в этот свинарник? Успокойся, Луизита. Теперь это наш дом. Наш дом. Мы здесь долго не пробудем. Как только поженимся, сразу же вернемся в твой дом, и я, наконец-то, выберусь из этой помойки. Парализована? Мария Лаура Андуэса, парализована? Да, моя дорогая Лолита. Жена Геррера, непревзойденного, попала в аварию и до конца жизни останется калекой. Это очень хорошо для нас, Альфонсо, если жена Геррера теперь инвалид. Значит, Хулиус Исар не сможет много времени уделять себе Нентуру. И тогда мы сможем распоряжаться в этой империи. Да. Прости, Мария Лаура. Прости. Я и в мыслях не мог желать того, чтобы произошло подобное. Ты не представляешь, как мне больно, что жизнь для тебя так обернулась. Для меня страшное наказание видеть тебя в таком состоянии. Находиться с ней в одном доме для меня смерти подобно. Я не хочу ее видеть. У тебя всегда проблемы. До каких пор это будет продолжаться, Клаудия? Не будь занудой, подруга. Вы посмотрите, защитница бедных и обездоленных. Скажи, что тебя так беспокоит? Да, поделись с нами. Может, мы сможем помочь. Почему ты не переедешь в мой дом, Клаудия? Ты с ума сошел, Диего? За Марии тебя никто не спрашивал. На ты даешь. Повторяю еще раз. Почему бы тебе не переехать жить ко мне домой? Верхиния, предупреждаю, нас ждут трудные дни в этом доме. Прости, Вики, что вмешиваюсь в то, что меня не касается, но думаю, ты должна уйти отсюда. Должна вернуться к сеньору Улиссесу. Он твой муж и действительно любит тебя? Знаю. Если бы я могла полюбить Улиссеса, как он меня любит. Господи, помоги мне полюбить его. Помоги. Ну так что, Клаудия, ты переедешь ко мне? Мама тебя обожает, с этим проблем не будет. Диего, не думаю, что Клаудия захочет жить с тобой. Ей нужен более опытный мужчина, чем ты. Молодые люди, пройдите в класс. Сейчас прозвонить звонок. Судя по тому, что я слышал, у тебя проблемы. Да, я очень несчастлива в своем доме. Пожалуйста, вытащи меня оттуда. Я больше не хочу учиться. Возьми меня жить к себе. Я буду жить с тобой. Я буду твоей. Это успокоительное выпей. Не могу в это поверить. В клинике только и говорят о твоей драке с этой женщиной. С Минервой. Я не смогла сдержаться. Как Минерве не стыдно называть Марио Лао дочерью. Ведь она отдала ее сразу после рождения. Пожалуйста, успокойся. Успокойся, не думай больше об этом. Она не отнимет у меня ее. Не отнимет. Это моя дочь. Моя дочь. Маноло тебя обманывает. Он уехал в Испанию не на показ мод. Он там со своей любовницей. С хозяйкой агентства. Ты ее знаешь. С Андрейиной. Маноло на такое не способен. Он не может меня обмануть. Нет. Семья. Вернулся хозяин дома. Ты не поцелуешь своего брата? Братик. Дорогая. Что с тобой, Лусия? Почему ты плачешь? Лусия? Иди сюда, Мариви. Я хочу тебе кое-что показать. Это твой папа, дорогая. Твой папа. Па? Па. Па-па. 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 Красавица моя. Это твой папа. Твой папа. Па-па. Ты немного успокоилась? Ты правда был рядом со мной, пока я спала? Па-па. Правда. Наверное, тебя мучает совесть. Мария Лаура, пожалуйста, не надо. Не начинай. Признайся. Признайся. Признайся, что все это произошло по твоей вине. Мария Лаура, перестань меня мучить. Перестань упрекать, иначе я сойду с ума. Значит, ты признаешь? Признаешь, что ты виноват во всем, что случилось. Признаешь, что по твоей вине, только по твоей, я больше никогда не смогу уходить. Ты это признаешь, Холио? Признаешь? Да, признаю. Я виноват в твоем несчастье. Да, я виноват. Виноват в том, что ты стал такой, Мария Лаура. Я виноват в том, что ты стал такой, Мария Лаура. Да. Я признаю, что по моей вине ты попала в эту аварию. И теперь до конца жизни будешь прикована к инвалидной коляске. Это так, Холио Сесар. Ты один виноват в том, что остаток жизни мне придется провести в инвалидной коляске. Это твоя вина. Только твоя. И поэтому, Холио Сесар, ты никогда не сможешь оставить меня. Тебе до конца жизни придется быть рядом со мной. Тебе ясно? Я пришла заниматься с Клаудией. Наталья, тебе придется немного подождать. Клауди еще не вернулась из лицея. Ну и хорошо, у нас будет время поговорить. Я тебе расскажу о скандале в клинике между твоей мамой и Минервой Кордосой. Что? Моя сестра Наталья снова в этом доме? Мне нужно быть осторожной, иначе рано или поздно она узнает, что Холио Сесар – ее сын. Ее сын. Вообще-то, я могу быть довольна. Жизнь Вики превратилась в кошмар. Да. Я правильно сделала, что воспользовалась Виктором Мануэлем, чтобы войти в этот дом. Жаль, конечно, что пришлось сломать его жизнь тоже. Однако, он это заслуживает, потому что он улух. Идиот. Коко, докажи мне услугу. Я? Вам? Всемогущая Розаура нуждается в моей услуге? Оставь свою иронию, Коко, пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты прогнала учительницу, подругу Викториан Дуэссо. Учительницу Наталью? Почему надо прогонять отсюда учительницу Наталью? Потому что это не пенсион и не отель. Викториан Дуэссо не имеет права принимать своих друзей в этом доме. Прекрасно, я немедленно иду туда. Хорошо. Холио, Холио, не уходи. Не оставляй меня одну, пожалуйста. Не волнуйся. Я не уйду из клиники. Доктор Рубанеха попросил меня зайти в его кабинет. Я зайду к нему и сразу же вернусь. Почему это случилось со мной? Я чувствую себя самым несчастным человеком на Земле. Но я не буду страдать одна. Все. Все будут страдать вместе со мной. Все. Значит, правда, то, о чем говорят в Венентуре. Ты действительно парализована. Ты парализована Марией и Лауран Дуэссом. Как ты могла допустить, чтобы девочка сбежала? А как я могла помешать, Альфонсо? Я элементарно не заметила. Как только обнаружила, что я не дома, сразу позвонила тебе. Скажи, Пепина, что ты за женщина, если не в состоянии позаботиться даже о своей дочери? Ты знаешь, что она нездоровая, и за ней нужен глаз да глаз. Ты ни на что не годишься, Пепина. Альфонсо, не говори так. Я и без того ужасно переживаю, что она исчезла. Это ничего, что у моего пупсика нет денег. Да и то, что он живет в таком ужасном месте тоже. Зато он даст мне много любви. И это заменит мне деньги, которых у него нет. Какой ужас. Луизита, привет. Привет. Посмотри, посмотри, что я принес. Твоя одежда и твои бумаги. Все необходимое, чтобы пожениться. Как хорошо. Ладно, Даниэль, я пойду. Не могу видеть этого человека, сеньора Герреру. Алма, нравится тебе это или нет, но он муж твоей дочери. Я знаю одно. Этот человек сломал жизнь моим дочерям. Я пришел. Хорошо. Я вас позвал, чтобы сообщить. Завтра мы выписываем Марию и Лауру. Возьми меня к себе, Рикардо. Возьми в свой дом, я буду твоей женой. Клаудия, пожалуйста. Я люблю тебя, Рикардо. И ты это знаешь. Ты для меня не учитель математики, а мужчина. Мужчина, которого я люблю. Я тебя люблю. Клаудия, ты не должна так говорить. Ты еще ребенок. Никакой я не ребенок. Я 15-летняя женщина. Ты девочка. Тебе еще рано думать о том, чтобы жить с мужчиной. И тем более, ты не можешь бросить учебу. Ты должна закончить лицей. Я хочу, чтобы ты поняла раз и навсегда. Ты для меня только ученица. Но, Рикардо... Никаких ног, Клаудия. Сделай одолжение, иди в класс. Я тебе докажу, что я женщина. И хочешь ты этого или нет. Но ты влюбишься в меня. Поленусь. Ты в меня влюбишься, учитель. Луси, я не могу поверить в то, что ты рассказала. Да. Маноло уехал в Мадрид с хозяйкой рекламного агентства. Об этом мне сказал Хосе Игнасио. Хосе Игнасио? Хосе Игнасио поддонок. Луси, давай сделаем вот что. Мы выясним, правда ли это. Скажи мне номер телефона агентства. Сейчас я туда позвоню. Семь, три, один. Два. Рекламное агентство? Скажите, пожалуйста, сеньора Андриина на месте? Нет, ее нет. Она в Мадриде. В Мадриде. Большое спасибо. Ну что? Что тебе сказали? Они вместе? Маноло и эта женщина вместе уехали? Они уехали вместе. Ты ничто. Несчастный, убогий инвалид. Ты больше никогда не сможешь ходить. Убирайся отсюда, убирайся, Лола. О чем ты говоришь, Мария Лаура? Лишить тебя удовольствия. Потешиться над тобой. Удовольствие увидеть тебя, лежащей без движения. Хотя больше я порадуюсь, когда увижу тебя в инвалидной коляске. Не смейся надо мной. Прекрати. И что ты сделаешь, чтобы избавиться от меня, Мария Лаура? Что ты сделаешь? Встань. Подойди ко мне. Встань, дорогая, и прогони меня отсюда. Заставь замолчать. Ты не можешь. Не можешь. Потому что ты инвалид. Вызывающий у всех жалость и сострадание. Но только не у меня. Меня это веселит. Замолчи. Очень веселит. Замолчи. Замолчи, Лола. Замолчи, Лола-болтушка. Лола-болтушка. Лола. Да. Я Лола-болтушка. И меня не волнует то, как ты меня называешь. Знаешь почему, дорогая? Потому что у меня есть ноги. Видишь, ноги. И я могу ходить, танцевать, бегать. А ты не можешь. Не ходить, не танцевать, не бегать. И меня не волнует то, что ты называешь меня Лолой-болтушкой. Да, я болтушка. Я болтушка. Я тебя ненавижу, ненавижу. Замолчи. Замолчи. Болтушка. Замолчи. Я болтушка. Дура. Дура, идиотка. Не могу поверить, Наталья. Мама влепила пощечину Минерве. Но мама никогда не вела себя подобным образом. Наверное, настоящая мать Марии Лауры вывела ее из себя. А мне самой было очень стыдно. Боже мой, бедная мама. Теперь ей приходится иметь дело с Минервой. Надо же. Ты позволяешь себе даже принимать гостей в этом доме, будто ты здесь хозяйка. В чем дело, Виктория? Ты забыла, что ты никто в этом доме? Какая наглость принимать гостей не в своем доме, Виктория. Ты плохо воспитана. Мало того, что ты явилась сюда с одной целью отнять мужа у своей сестры, но ты снова считаешь себя хозяйкой, сеньорой этого дома. Мне кажется, ты несправедливая к Вике, девочка. Ты прекрасно знаешь, что мы с ней знакомы много лет. Кроме того, я пришла не в гости. Меня пригласили заниматься с Клаудией. Дело в том, что Клаудии нет дома. И поскольку я тоже чувствую себя хозяйкой в этом доме... Прости меня, Наталья, но я прошу тебя уйти. Минутку, Куку, минутку. Ты не имеешь никакого права прогонять Наталью. А кто же имеет такое право, ты? Мне лучше уйти, чтобы избежать ссоры. Наталья, послушай меня внимательно, Куку. Чтобы это было в последний раз. Нет, нет, я не собираюсь слушать твои норовоучения. Я уже ухожу, так что успокойся. Мне нужно кое-что выяснить. А когда вернусь, обязательно расскажу, потому что тебе будет интересно, Виктория. Не знаю, что замышляет Куку. Но от нее можно ждать все, что угодно. Боже мой. Куку настоящая хищница. Ей удалось выгнать Наталью, мою сестру Наталью. Пожалуй, Куку должна стать моей сообщницей. Мне выгодно ее иметь со своей сторонницей. Мария Лавра, дорогая, в чем дело? Почему ты плачешь? Здесь была Лола. Она издевалась надо мной. Она смеялась. Пожалуйста, забудь о Лоле. У меня для тебя хорошая новость. Очень хорошая. Какая? Завтра тебя выписывают. Улыбнись. Нет. Меня уже ничто не радует. Только ты и твоя любовь дадут мне силы жить. Дорогой, не бросай меня. Хулио, не бросай. Без тебя, без тебя, Я не хочу жить. Не хочу. Ты правильно сделала, Лолита. Правильно сделала, что сказала все этой гадине Марии Лауреандуэси. Правильно, что ты посмеялась над ее убогостью. Это наказание. Наказание этой мерзавки. Я ей не прощу смерти Родриго. Это будет ее наказанием. Инвалидная коляска. Ее наказание. Привет, Алмита. Наши встречи всегда происходят в необычной обстановке. Либо в полиции, где твоего сына обвиняют в воровстве. Либо в клинике, где лежит твоя парализованная дочь. Что ты здесь делаешь, Лола? Навещаю твою дочь. Мне так больно видеть ее в таком состоянии. Не смейся, не смейся над моей дочерью. Потому что я могу превратиться в львицу. И защитить ее. Ты всегда все так драматизируешь, Алмита. Пожалуйста, Лола, уйди. Уйди. Или я вышвырну тебя отсюда. Дорогая, не волнуйся так, я уже ухожу. Да, забыла сказать. Я знаю место, где продают дешевые инвалидные коляски. Если понадобится, позвони мне, Алмита. Пока. Не обращай внимания на эту женщину, Алма. Ты должна быть сильной, очень сильной. Дорогая, это парк. Видишь? Сейчас мы в парке. А теперь посмотри. Посмотри наверх. Это птичка. А там дети. Они такие же, как ты. Ты заговоришь. Заговоришь и сможешь играть с ними сколько захочется. А если хочешь поиграть сейчас, иди. Иди, дорогая. Иди, родная, иди, поиграй с ребятишками. Почему ты не хочешь, мой ангел? Что с тобой, любимая? Ты боишься? Конечно. Это понятно, что ты боишься играть с ребятишками. Ты не можешь разговаривать. Мария Ви. Посмотри на меня. Клянусь всеми святыми, что ты научишься говорить. Ты будешь говорить, как все люди. Ты будешь смеяться, плакать и кричать, как другие дети. Все так и будет. Я тебя очень люблю. Очень люблю. Очень. Пойдем поиграем. Пошли. Улиссас? Мне нужна служанка, которая бы стирала, убиралась в квартире. И самое главное, чтобы она не притрагивалась к моим вещам. Вам не только снимают квартиру, но еще и оплачивают служанку. В чем дело, Антония? Не вмешивайтесь ни в свое дело. Простите, сеньорита Лилиана, я не хотела вас обидеть. Просто я немного любопытная. Немного? Откройте дверь, звонят. С вашего позволения. Сегодняшние служанки просто невыносимы. Кто вы? То же самое я хочу спросить и тебя. Кто ты? И почему Холио Сассер снял тебе эту квартиру? Мария Лаура, я тебя не оставлю. Неужели я похож на подонка? Даниэль, хорошо, что ты пришел. Это правда, что завтра меня выписывают? Да. Ты не рада? Входите, пожалуйста. Конечно, дорогая, ты должна радоваться. Что это такое? Зачем здесь инвалидная коляска? Она мне не нужна. Кто ее привез? Успокойся, дочка, успокойся. Не волнуйся. Я не хочу, не хочу. Я никогда не сяду в инвалидную коляску и берите ее отсюда. Уберите. Привет, Виктория. Привет, Улисис. Привет, малышка. И что, самая красивая девочка в мире не обнимет папу, который так ее любит? Не представляешь, как я хотел тебя увидеть, обнять. Папа тебя очень-очень любит. Очень. Она так быстро растет. Стала совсем большой и красивой. Время летит быстро. А дети растут не по дням, а по часам. Да. И сколько еще ты собираешься оставаться в этом доме, Виктория? Улисис, ты прекрасно знаешь, почему я нахожусь там. Я нужна сестре. Мне ты тоже нужна, Виктория. Ты мне нужна больше всех на свете. Пожалуйста, вернись домой. Манула, все прошло прекрасно. Но я чуть не умерла от ревности к этой девушке-фотографу. Главное, чтобы фотографии получились. Успокойся. Надеюсь, заказчикам понравилось. Они в восторге. Завтра будем снимать первую рекламу. Ну ладно, сейчас мамочка снимет с тебя одежду. Андрейна, пожалуйста, думаю, нам с тобой нужно поговорить. Нам не о чем говорить. Между нами все ясно без слов, Манула. Минутку. То, что между нами произошло, больше не повторится. Понятно? Этого больше никогда не повторится. Манула верен тебе. Он тебя обожает. И не способен изменить тебе с другой. Ради всего святого. О чем ты? Он мне солгал. Солгал папаху Самарии. Он сказал, что едет в Мадрид один. А поехал с Андреиной. Поэтому он не захотел, чтобы я проводила его до аэропорта. Этого не может быть. Не может быть, Луси. Того, о чем вы говорите, не может быть. Это не мой сын, не мой Манула. Этого не может быть. Хосе Мария, я сам позвонил в агентство и спросил об Андреине. Мне сказали, что она уехала в Мадрид. Снимать рекламу. Я вас предупреждаю. Хоть он и ваш сын, но когда он вернется, я разобью ему морду. Он у меня научится уважать мою сестру. Понятно? Я не хочу видеть эту коляску. Уберите ее, уберите. Я в нее не сяду. Уберите ее. Все, все. Не нужно так волноваться. Пожалуйста, Мария и Лаура. В этой коляске ты сможешь передвигаться самостоятельно. Я в нее не сяду. Я не хочу, чтобы все надо мной смеялись. Не хочу быть посмешищем. Никто не будет над тобой смеяться, Мария и Лаура. Твоя мама и Даниэль правы. Эта коляска нужна тебе. Не нужна. Хулио, пожалуйста, обними меня. Обними. Я не хочу быть инвалидом. Я не хочу быть калекой. Успокойся. Кто ты такая, чтобы вмешиваться в мою жизнь и жизнь Хулио Сассара? Я тебя не знаю. А я тебя знаю. Мне достаточно бросить взгляд, чтобы понять, что ты за человек. Как же Хулио Сассара опустился, если выбрал тебя в любовницу? Это какой-то абсурд. Вон отсюда. Я не позволю оскорблять себя в собственном доме. Убирайся. Во-первых, это не твой дом. И во-вторых, я лучшая подруга жены Хулио Сассара. Жены? Марии Лауре? Да. Но пусть тебя это не волнует. Она моя подруга, я не собираюсь разносить сплетни. Если, конечно, ты не поведёшь себя глупо. В действительности, я не собираюсь вмешиваться в семейные проблемы Хулио Сассара и Марии Лауры. Я здесь, чтобы предложить тебе сделку. Сделку? Я тоже хочу участвовать в этом. Вы как затычка в каждой бочке. Немедленно убирайтесь отсюда. Убирайтесь. Но я тоже хочу помочь. Я могла бы быть полезной. Не вмешивайтесь не в свои дела. Что за сделку ты мне предлагаешь? Сядь. Расслабься. Вкусное мороженое для самой красивой девочки. Улисас, ты её балуешь. Потом она ничего не будет есть. Она всё съест. Я сам позабочусь об этом. При условии, что ты и ребёнок вернётесь домой. В наш дом. Улисас, не настаивай. Прости, я правда сожалею, но мы не можем. Вернуться к тебе. То, что ты живёшь в доме Хулиоса и Сара, только для того, чтобы ухаживать за своей сестрой Марией Лаурой, всего лишь отговорка. Ты не прав. А я, Виктория. Ты мне нужна. Я люблю тебя, Виктория. И никогда не сдамся, никогда не перестану умолять тебя вернуться домой. Виктория, дай мне ещё один шанс. Я был с тобой и твоей дочерью в самый трудный для тебя момент. Ничего не прося взамен. Ни на что не надеясь. И ты знаешь, почему я это сделал. Ради любви. И ради любви прошу тебя, Виктория, вернись домой. Вернись. Дай мне время. Сейчас меня же беспокоит другое. Во-первых, Мариви. Я должна научить её говорить. И во-вторых, я должна сделать всё, чтобы моя сестра встала на ноги. Прости, но мне пора возвращаться. Мариви, дорогая, простись с папой Улисосом. Спасибо тебе за всё. Идём, дорогая. До свидания. Ты снова станешь моей, Виктория. Хоть ты никогда и не была моей, но ты полюбишь меня. Я в этом уверен. Я не позволю тебе вернуться в объятия Хулиоса Сара. Он тебя не заслуживает. Я тебя заслуживаю, Виктория. Я. Что делать, доктор? Забрать коляску? Ладно. Оставь её здесь, пока она не успокоится. Нет, она мне не нужна. Уберите эту коляску. Уберите её. Уберите её. Мария и Лаура, пожалуйста, ты должна успокоиться. Дорогая, ты с этим справишься. В ней ты сможешь передвигаться. Нет, я не хочу, не хочу. Я ни за что не сяду в эту коляску, мама. Я не хочу. Нет, не хочу. Мария и Лаура, послушай меня. Рано или поздно тебе придётся смириться с реальностью. Если бы это было в моих силах, я бы... Нет, нет, я не хочу быть растением. Не хочу, Хулио. Прошу оставить меня наедине с пациенткой. Ты тоже выйди, Алма, пожалуйста. Хорошо. Хулио, сэр. Не уходи. Я скоро вернусь. Я вернусь очень быстро. Ну и что? Что теперь, Даниэль? Прочитаешь мне лекцию, как я должна себя вести? Так? Если всё так, я сам преподнесу урок Маноло. Предоставьте это мне. Как только он позвонит из Испании, я прикажу ему вернуться. Хоть он и женат, но должен слушать отца. Он вас не послушает. Я уверена, он занят Андреиной. Я его потеряла. Эта женщина отняла его у меня. Простите, что побеспокоили вас. Лусия, Лусия, подожди, Лусия. Послушайте, Хосе-Мария. Скажите своему сыну, что я ему не позволю смеяться над моей сестрой. Лусия, подожди. Тонито, я сам займусь этим бесстыжим. Как Маноло мог так поступить с Лусией? Кошмар. Патрон, один вопрос. Что происходит с сеньорой Лусией? Сеньор Хосе-Мария, есть проблемы с сеньорой Лусией. Вам-то какое дело, блудные сыны? Идите, работайте. Сеньор Герреро, мы с вами никогда не ладили. Но, несмотря на это, я хочу вас попросить. Даже не попросить. Потребовать. О чем вы? Я хочу, чтобы вы мне поклялись, что никогда не оставите Марию Лауру, поскольку она находится в таком состоянии. Сеньор Герреро, поклянитесь, что никогда ее не оставите. И что вы не вернетесь к Вике. Сеньор Хосе-Мария, есть проблемы с сеньорой Лауру, поскольку она находится в таком состоянии. Сеньор Хосе-Мария, есть проблемы с сеньорой Лауру, Эта кирпича, есть проблемы с сеньорой Лауру. Сеньор Хосе-Мария, есть проблемы с сеньорой Лауру, я хочу облачать. Продолжение следует...